В Ненинском округе продолжается акция по сбору макулатуры, объявленной некоммерческой организацией Фонд Экоразвития НАУ. Уже собрано более 15 тонн. Напомню, акция «Вместе против рака» в регионе стартовала еще 4 февраля. Организаторы тем временем отмечают большую активность. Так, например, чуть меньше тонны макулатуры собрали студенты Ненинского аграрно-экономического техникума. После окончания карантина к сбору также подключились в детских садах и школах Наринмара. В 4-й школе в акции по сбору макулатуры приняли участие как учителя, так и родители с детьми. Первоклассница Софья Неустроева вместе с папой собрали все ненужные тетради, картонные упаковки, газеты и журналы. Даже прошлись по магазинам в поисках картонных коробок. Несмотря на юный возраст, Соня знает, куда это все пойдет. «Чтобы сделать новую бумагу. А то если все будут выкинуть бумагу, ее просто сожгут и у нас леса не будет просто». Из-за карантина в школах акция по сбору макулатуры «Вместе против рака» была продлена до 22 февраля. «И мы как раз попали в акцию, в которой средства от сдачи данной макулатуры пойдут на помощь онкобольным. И вот это все было озвучено нашим ребятам с 1 по 11 класс. И вы видите, сколько бумаги они принесли, чтобы на вырученные деньги было закуплено или лекарство, или оказана материальная какая-то помощь». Самые активные ученики получили сертификаты на посещение контактного зоопарка и катание на лошадях в конно-спортивном клубе «Фортуна». Также к участию в акции подключились жители поселка Нельминос и села Тельвиска. «Очень приятно отметить, что в нашей акции приняли участие учебные заведения. Это школа Нельминос и школа Тельвиска. Тоже большое количество. С Нельминоса у нас около тонны привезли. А в Тельвиске более трех тонн мы собирали макулатуры». Когда сбор макулатуры будет закончен, ее рассортируют на бумагу и картон, отправят в Киров в пункт приема. Деньги, вырученные в ходе акции, представители фонда передадут в Красный Крест на нужды больных раком. По состоянию на начало 2019 года в Ниньском округе зарегистрировано 807 человек с онкологическими заболеваниями, в том числе 12 детей до 17 лет. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».